Первыми в 2018 году турнир среди юных славутических спортсменов провели футболисты, юноши 2005 года рождения и младше. В открытом чемпионате города по мини-футболу участвовало 6 команд, большинство из Чернигова. Всего за 3 проведенных дня было забито достаточно много мячей, 147. В последнем матче турнира встретились Десна 1 Чернигов и Кады из США Славутич. Обе команды в предварительных матчах забили по 41 мячу ворота соперников, так что форвардов обоих команд были серьезные. Матч сложился очень интригующим. Вначале практически подавляющая преимущество Славутичан, и к середине первого тайма счет был 4-0. Затем ребята немного расслабились и появилась самоуверенность. Это я о наших защитниках. Сидели первый тайм, выигрывали. Ну, в общем-то, пропускать начали во втором, начали ошибаться. Где-то появилась немножко самоуверенность в защитниках и защитников. Ну, неоправданное подключение защитников. Поэтому так мы пропустили пару голов, и команда соперник почувствовала уверенность. А тренер Черниговской Десны все время подбадривал своих футболистов и говорил, что 0-4 – это еще не поражение. Как в футболе всегда не опускать руки, играть с первой до последней минуты, с виска до свистка. В этих играх они растут, набираются, в таких особенно играх набираются опыта. И я думаю, первым делом эта игра очень должна понравиться была зрителям. И действительно, несколько неожиданных ошибок наших защитников привели к тому, что счет в конце первого тайма стал 3-4. В перерыве тренер славоческой команды призывал успокоиться и не мчаться вперед защитников, а быть очень внимательными, особенно к единственному номеру Пищеру Александру, младшему. На голову выше всех. Весь в папу. Его отец Пищер Александр, бывший игрок Черниговской Десны, Зари, Волыни, ныне выступает за узбекскую команду Шуртан. И при его росте 197 сантиметров представляет очень мощного форварда. Сыну есть с кого брать пример. Кроме того, у Пищера младшего и неплохая техника, и умеет мяч держать и корпусом прикрыть. Собственно, практически все, что произошло во втором тайме, было связано с ним. Где-то на пятой минуте второго тайма он сам сравнивает счет 4-4. Практически сразу же хорошая комбинация, и словучане вновь выходят вперед. 5-4 Тактика забрасывать мяч на Пищера, а он там разберется, снова сработала. 5-5 И у Десны появились крылья. И хотя наши нападающие тоже прилично контратаковали, чего только стоит этот удар в штангу со штрафного, но Десна атаковала опаснее. Ближе к финалу возникла даже спорная ситуация, заставившего черниговских тренеров появиться на поле, но все закончилось нормально. А буквально на последних секундах игры случилось то, чего мы никак не ожидали. Десна вырывает победу 6-5. Радуется чернигов, понятно, это не только победа в матче, но и победа в турнире. Ну, в прерыве сказали, что мне опускали руки. Это мини-футбол, зал, где может каждая минута повернуть как в одну, так и в другую сторону. Но вы видели, что были моменты и у вас нам забить, и штанги перекладины, и у нас. Ну, сегодня больше была, наверное, удача на нашей стороне. Наш тренер менее разговорчив. И понятно, пропустить мяч на последних секундах, выигрывая встречу в первом тайме 4-0, очень обидно. Видели, что команда очень сильная. Там дали шанс, и все, она его использовала. 11 номер, они как бы так и не нашли противоядие против него, слишком высокий парень. Да, да, высокий, технический, усложженный. Да и мало того, что высокий, он еще и хорошо владеет мячом. Ну да, владеет мячом, да, умеет. Техникой он хорошо смотрится, на большом поле вообще здорово смотрится. В принципе, у него немного было моментов, но... Ну, он все использовал, наверное. Все использовал, да. Да, у нас нету таких физически мощных защитников, к сожалению, кроме одного Егора. Когда будет матч-реванш с Десной? С Десной мы встречаемся часто. В принципе, мини, мы, наверное, проиграли сегодня первый раз. А в финале турнира торжественное награждение и пожелание от почетных гостей. Все показали характер, волю победы. Всех я с этим поздравляю. Молодцы. В отделе молодежи и спорта. Витаю вас всех с победой, победителей. Попробуем молодцы. И так же всех я с участью, потому что без участия не будет победы. Поэтому берите участь, не остановитесь и у вас все выйдет. Я вас с этим поздравляю. Вы все молодцы. Очень приятно было сегодня смотреть на вас. Честно, эмоции преобладали. Я вспомнил свое детство. Владимирыч меня тренировал. И так же бегали. Большое спасибо вам за борьбу за этот последний матч, который состоялся. Честно, здесь все было. И воля победы, и борьба, и техника, и тактические действия. Чернигов с победой. Спасибо большое. Затем наградили лучших игроков в каждой команде. А в финале кубки и медали. За третье место юность Чернигов. За второе место расстроенные футболисты КДЮ США Слаутич. За второе место расстроенные футболисты КДЮ США Слаутич. 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 За второе место расстроенные футболисты КДЮ США Слаутич. Затем наградили лучшие игру. А победили в турнире футболисты Дисней-1 из Чернигова. И уже после награждения мы пообщались с нашим тренером, чтобы узнать о ближайших планах слоутических футболистов. Буквально на следующей неделе, второй, третий год, потом идет у меня по десятому году турнир. Я приглашаю, пользуясь случаем, детей 10-11 года рождения, приходить, записываться, начинать заниматься футболом. Видите, что очень... Вид спорта, который объединяет детей, это для них вообще здорово. Ну, пользуясь случаем, я приглашаю. Приходите, звоните, подписывайтесь на футбол. Детей мы уже набрали 10-11 год, но их мало, недостаточно мало, чтобы играть с такими, конкурировать с такими сильными командами. Стоит, наверное, и родителей пригласить. На удивление, болельщиков в Чернигерсе было больше, чем в Словчатах. Да, родители, конечно, у нас в основном ходят одни и те же. Но человек пять, которые активно поддерживают всегда их на Играх, в чемпионате у нас. Приглашаю, конечно, приглашаю, приходите. Болейте, когда дети на трибунах родителей, им же крылья растут, они хотят показать все свое мастерство. Продолжение следует...